В нашей стране высокая доля разводов, особенно в молодых семьях. В прошлом году порядка 15 тысяч молодых семей, которые вместе прожили до 4 лет, от года до 4 развелись. Административное производство по факту семейного бытового насилия возбуждается по заявлению потерпевшего, по обращению потерпевшего. Если потерпевший не желает дальнейшего разбирательства, то он забирает заявление и разбирательство прекращается. К сожалению, это приводит к тому, что большая часть жертв либо связана где-то в связи с угрозами, из-за страха потерять, может быть, близкого человека. Ну, как правило, это психологическое иное давление бывает со стороны вот таких семейных тиранов. За прошлый год таких фактов было более 190 тысяч обращений в органы полиции, из которых более чем в 60% случаев потерпевшие не в последующем примерялись с правонарушителями, не желая дальнейших разбирательств. Опять же это ведет к рецидиву, по-моему, так говорить, оказывают медвежью услугу, сегодня простил, завтра опять то же самое начинается. Зачастую потерпевший не имеет достаточного заработка, своей независимости, там, например, жилищной площади, да, чтобы где можно будет быть независимо, проживать и как-то пережить этот период. Такие факторы, они, конечно, негативно влияют на то, что жертвы боятся обращаться. В основном страх остаться одной, страх позора перед родственниками. Где-то менталитет сыграл свою роль, когда это может быть допустимо. Такой факт насилия может быть как допустимый факт и не видит ничего такого страшного, когда в рамках считают, что это в рамках разумного. Опять же, здесь в основном играет и форма психологического давления. Мы живем в светском государстве, предусмотрены те же различные кризисные центры, приюты, где жертвам предоставляется бесплатно помощь в проживании, в питании, даже в поиске работы, сбору документов, защите их прав, оказывается юридическая помощь, медицинская помощь. В этом году нами оказана помощь в более чем 3 тысячам жертв бытового насилия, в определении в такие приюты, оказании различного вида помощи. Наряду с теми мерами в отношении дебоширов и правонарушителей, если сравнивать международный опыт, у нас есть подразделения полиции, специальные подразделения по защите женщин от насилия. Сотрудники этих подразделений, это сами сотрудники женского пола, которые занимаются именно вопросами борьбы с бытовым насилием. Они анализируют, ведут мониторинг таких правонарушений. В тесном контакте работают с участковыми инспекторами полиции, с ювенальной полицией. Организуют взаимодействие с неправительственными организациями, с другими заинтересованными государственными органами. И оказывают юридическую помощь. Целенаправленно работают по профилактике бытового насилия. Действующим законодательством определено, что именно сфера семейно-бытовых отношений охватывает различные категории лиц. Если даже мужчина, к примеру, не состоит в браке в отношениях с женщиной, просто либо проживает совместно, либо ранее даже проживал, либо просто имеет совместного ребенка, то уже как лицо, именно подпадающее под категорию семейно-бытовых отношений, он уже может нести ответственность в случае совершения каких-либо противоправных действий. В закон о бытовом насилии, который в 2009 году был принят, 12 раз вносились поправки, в том числе по инициативе Министерства внутренних дел, которые были направлены на совершенствование законодательства и на ужесточение требований, ужесточение санкций. К примеру, если лицо совершает противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений без применения силы, на сегодняшний день законодательством предусмотрен даже административный арест до 5 суток. Если это сопровождается к причинениям вреда здоровью, ну, соответственно, и санкция больше.